Ну, опять же, сейчас, когда, там, Советский Союз, у нас же в дело молодости, там были кортики, другие фильмы, там, плеяда целых советских фильмов, которые для детей юношеского возраста, то сейчас, действительно, вот, и даже из передач из телевидения, там, было «До шестнадцати старше», «Делай, как я», там, «Веселый старт», и еще что-то, там, много всяких интересных было передач, не просто фильмов, еще и передач, они параллельно шли, телевидение и киноматография советская, это, да, было ориентировано на подрастающее поколение. Сейчас, к сожалению, этот большой провал, даже несмотря на то, что киноиндустрия начала в российской развиваться серьезно, там, там, Биг Макбетов, там, еще какие-то, там, ну, появились, там, Быков, там, Юрий Быков, вот сейчас, там, Левиафан, такие фильмы, хорошие, прям, реально крутые фильмы, да и голливудские, то есть, ну, то есть, мы, наверное, берем пример западного какого-то образца кинематографии, где там, ну, фильмы, они настолько на широкую публику, прежде всего на молодежь, что мы берем за основу эти фильмы и копируем у них, хотя, я думаю, что наверняка нужно делать передачи, ну, хватит уже одной передачи, там, мальчишки и девчонки, ну, хорош, может быть, ну, пора другие какие-то альтернативы придумать для детей, для подрастающего поколения, чтобы у нас не было, чтобы люди у нас, ну, воспитывались не только на гаджетах, хотя нет, на самом деле, Везуха или Везунчик, это у меня сын два года, он смотрит такие фильмы, которые, ну, реально взрослые, а он смотрит с удовольствием, и я, нет, нет, да и посматриваю, или Везунчики, или Везуха, что-то такое, посмотрите, это мультфильм, он очень прикольный, я даже не ожидал, что у нас делают такие фильмы, мультики, это российский продукт, реально, с драматургией, с крутой, профессионалы делают, люди, которые не случайные в области, ну, культуры, я очень рад, что такие фильмы есть, мультики, пусть мультики, но есть.